Всем привет! Вы на канале Иришка Мимим и моих миленьких красожопок. Сегодня я покажу вам, как я обустроила эту клетку. Так, 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 начнем же. Так, вот так она выглядит у нас. Сейчас чуть-чуть поближе. Изначально прути в этой клетке очень большие для моих маленьких козявочек, 2,5 см. Я думала, ой, закажу-ка я вот такую алюминиевую проволоку и обмотаю вокруг. Но это казалось не очень разумно, потому что натягивать надо очень сильно, но у меня такой силы нет. И когда ты, получается, обматываешь, все равно она расслабляется, и вот эти пручки так двигаются. Я пробовала и вот так, через одну, и вокруг. Все равно это, ну, это очень такая будет кропотливая работа, если через одну, и все равно они, вот эти вот проволоки будут двигаться. Если вот так вот поделать, они двигаются. Так что это фигня полная. А другой вариант сетки, я подумала, что мне не нравится, когда, знаете, ну, полностью такая большая сетка, которую обматываешь. Это будет выглядеть некрасиво. Тем более, крысы растут быстро. Ну, подумаешь, там еще две недели я так подержу крыс, и они потом вырастут, и отсюда вылазить не будут. Это я так информацию прокидываю, заранее вам рассказываю, потому что сейчас начнется, ой, они у тебя вылезут, убегут, ля-ля, три рубля, вот это начнется в комментариях. Я так заранее вам все это рассказываю, чтобы этого не было. Вот, поэтому они у меня на ночь остаются в этой вот маленькой клеточке. А днем я их держу здесь, в этой комнате нахожусь. И даже скажу так, я вчера их оставляла без присмотра в этой клетке, двоих девчончик оставляла, уходила сам в ванну, пришла через час, а они так сидят в этой клетке. Если они вдруг вылазили в эту зону, то я об этом не знаю, но когда я вернулась их проведать, они уже были здесь. Ну, они спали. Как бы, поэтому я считаю, что пока что они у меня не грешили. И сегодня они у меня тоже на протяжении двух с половиной часов, где-то тоже самостоятельно тут в клетке отдыхали, пока я на кухне своими делами занималась. Так, ну что, погнали, я покажу обустройство клеточки. Такие вот, ой, я хрущу, простите меня. Вот такой вот гамак, комплект я выкладывала в коротком шорт. Вот такой у меня красивенький комплектик, заказала в инстаграме, Дарси Хамок, назову Хамон, Хамон. Короче, Дарси Вилуша, девушка. Ну, я варил это, под шорт сам отмечала аккаунт. Девушки, кому интересно, тот найдет. Вот, вот такой свет, вот такая труба, гамачок, домик, вот такой домик и лежанка. Очень удобно, лежанки такие, кстати, можно использовать, когда, например, в переноску сажаешь крысу, например, к коротологу везешь. И очень удобно, мягенько. Два спутника, которые у меня остались от старых крыс, но еще старые крысожопы у меня еще живут. Не забываем про них, они еще двое у меня есть. Вот такие вот бревнышки для погрызушек. У меня их три штуки, заказывала на Валберес, если что. Просто напишите бревна, ну, как я написала, бревна для грызунов. Или, ну да, бревна для грызунов. Потом вот этот минеральный камень. У меня еще есть один минеральный камень большой, но в другой клетке просто. Ой, что за мартулечки красивые девчонки. Девчонки, вы не фокусируйтесь. Вы знаете, вы вообще в курсе, что вы не в фокусе? Девочки-припевочки. Девочки-припевочки. Пуи. Маночка, слушай, девочка хорошая. И дальше так. И, ну, тут наверху у нас еще угловой гамачок такой висит. Сверху покажу. Видите, он прям реально такой угловой. Он у меня достался. Мне на рекламу его прислали. Но он уже погрызанный. Не помню уже кем, по-моему, Зёва его погрыз в некоторых местах. Но еще вполне себе живучий. Так что пускай остается. Дальше спускаемся. Этот этаж мы уже проверили. Да-да-да, вы все правильно видите. Я периодически подкидываю сюда взрослых крыс моих. Это Персейфона. Персей, короче, это. Персейфона, Лёчка, Лёчка, да, привет, привет, Лизунчик. Вот, не-не-не, Персейфон, мы не выходим. Давай. Мы не выходим, красавчик. Закрываем. Для того... Ну, они у меня уже начали процесс подселения. Как бы я их выгуливаю на нейтральной территории. Вот в эту клетку подсаживаю. Так что они у меня уже знакомы. Но это будет в отдельном видео. Я особо, в принципе, прям такой процесс не снимаю, как я их знакомлю. Потому что у меня таких видео на канале очень много. Но скажу вам так, что очень легко это все проходит. Потому что... Потому что мои крысы эти уже более старенькие. Люции, Персей... Персею 2,6. Нет, это Люцию 2,6, а Персею 2. У меня же все в мозгу перемешалось. Вот. И поэтому они как-то спокойно их приняли. Ну, как бы они еще, вот, оказывается, их не приняли. Потому что я еще их знакомлю. Мало времени прошло. Но никакой агрессии пока что не было. Так, давайте дальше. Пойдем. Тихо-тихо-тихо, малыш. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не переживаем. Надо, знаете, чтобы он не понял, что произошло. Персейфуш хочет уйти. Ему тут не нравится совершенно. Но он хочет уйти. Вот. Вот такие вот у нас лесенки, которые были, ну, в этой... С клеткой шли. Я их, видите, обмотала. Сделала специальные такие из кухонного полотенца. Такие чехольчики, чтобы крыски не соскалькли и не скользили, когда там ходят. Пока они маленькие, они и так не скользят. Но все равно, чтобы не поскользнулись, не упали. Ничего такого не было. Вот. Дальше у нас идет эта полочка. Вот такая труба алюминиевая. Ее я купила в хозяйственном магазине типа Леруа Мерлена. И вот такая труба тоже в хозяйственном магазине Леруа Мерлен. Мы там реально-то и брали. Дальше у нас идет вот такой вот мост. Вот этот мост из деревяшки. Он прикольный тем, что он деревянный. Если крысы захотят его погрызть, поточить зубы, они его погрызут. Вообще не жалко и прикольно. Я закрою. Второе. Ну и очень удобно им перемещаться по нему. Они по нему так спокойно бегают, пролазят им комфортно. А вот этот канатик я повесила, купила его в магазин Муди. Ну такой, знаете, магазин подарков. Там все такое. Ну там всякие тарелочки, посуды, товар для животных. Ну там немного товаров даже для животных. Там домики какие-нибудь, что-нибудь такое есть. Ну вот я увидела, что она такая розовенькая. Я подумала, о, пригодится. Что у меня на нижнем этаже? Дальше быстренько, быстренько откроем. Откроем, пока пересекольник тут моется. А вот у меня тут красавица бегает, пумпует. Какашки разлетелись в разные стороны. Это нехорошо, мыши. Но они еще когда бегают и играются, все вот это вот высыпается. Это не очень прикольно, мне не нравится. Так, девчонки, я не могу показать, что у вас там. Давайте через сетку покажу, потому что эти мыши мне не дадут. Вот, короче, стоит у меня здесь угловой туалет. Я не нашла розовый угловой туалет по оттенку, который мне вот нужен был. И вот эту корзинку я купила в фикс прайсе. Туда положила камень. Камень я привезла с Турции. Вы можете взять в парке. Вы можете взять на море, когда будете там в Сочи или где-нибудь еще. И вообще у вас может быть речка какая-то, где у вас большие булыжники. Такие аккуратные, ровные. Для чего этот камень нужен? Для того, чтобы крыски на него садились, писали, метили его. И он пах, собственно, мочой. И крысы понимали, что ага, вот там у нас сильно пахнет, там у нас туалет. Мы туда будем ходить, какать, писать и все дела. Не факт, что они будут только там это делать, но это такой вот способ приручения. Какие-то крыски более грязнучие, какие-то нет. Но я надеюсь, что они подрастут и поймут. Но они уже в маленькой клетке ходят в определенный угол у меня. И поэтому надеюсь, что и тут они поймут. Тут у меня стоит мисочка тоже старая. Корм закончился, надо будет насыпать. Так, что? Ну и про камень дополню, что им просто удобно на нем сидеть. Они даже могут на нем лежать, спать. Им просто нравятся такие гладкие поверхности. Все. В принципе, пока все по наполнению. Но, возможно, в дальнейшем, может быть, еще что-то будут добавлять. Или, наоборот, уберу, поменяю. Там корзиночку из фикс-прайса, думаю, купить. И как-нибудь вот, ну, на бок повесить, чтобы они могли еще в корзиночку. Может, даже не одну, а несколько где-нибудь развешу, чтобы им было удобно там полазить, поспать. Потому что я еще не покупала, не заходила. Вот. Но, скорее всего, в скором времени как-нибудь дополню. Вот такие вот дела. Ну, все. В принципе, вам показала, рассказала. Вот этот дополнительный вот такой вот отсек я использовать не буду по назначению, как и но. Подразумевалось то, что первый этаж нужно застелить полностью, засыпать туалетом каким-нибудь там, наполнителем. Но я этого делать не буду, как вы видите. Я просто туда постелила скатерть. Скорее, в скором времени они погрызут. Ну, надеемся, что нет. Вот. А сюда можно, например, складывать какие-нибудь крысиные тарелочки, что-нибудь такое, что можно хранить. Очень удобно. Но я пока туда... Вот, кстати, можно вот эти проволоки туда сложить. Но это сюда, в принципе, не нужно, потому что оно не будет использоваться. Зря заказала. Вот. Такие вот дела. Закрывайся. Оп. Вот и все. Вот и как бы на этом, наверное, я подытожу. Вот такая вот у нас клетка получилась. Такое наполнение красивенькое. Я считаю, что гуд. Пишите в комментариях, что бы вы еще повесили в эту клеточку. Или не повесили, не знаю. Я ее, кстати, примеряла, уже ставила в свою комнату туда, где сейчас мои взрослые крысы живут. И поняла, что мне совершенно не нравится, как она стоит на том столе. И, возможно, они так и будут жить. Либо в этой комнате, либо, ну, когда будет приезжать хозяйка этой комнаты, эта сестра парня, мы будем просто клетку убирать и обратно засовывать. Потому что, как она там стоит, мне совершенно не нравится. Либо уже будет второй вариант. Мы будем как-то перестраивать тот угол и все, ну, как бы делать перестановку, чтобы это все гармонично, красивенько стояло. Пацанов я не собираюсь селить в эту клетку, потому что, ну, они уже пожилые, как бы им опасненько лазить, могут упасть. Все равно тут не так много там гамачков, чтобы, ну, не прям большая такая страховка. Для девчонок маленьких пока это вообще норм. Они там, знаете, шустрые, юркие. А для моих старичков уже немножечко как-то опасненько. Поэтому они будут жить за пределами клетки, а девчонки будут жить в клетке. Но понятное дело, что выгуливать я их буду вместе. Там они погуляли, погуляли. И мы собрались уезжать с квартиры, с дома. Хоп, и девчонок закрыли. Пацаны там рядом где-нибудь тусуют на комоде. Вот так вот я пока планирую. А как это будет, я пока точно не знаю. Все, на этом информация заканчивается. Показ окончен. Пишите комментарии, лайки, все. Всем пока!